Ну шо, ребят, всем привет! Снова я, снова и видос по колде Warzone, и у меня для вас, блядь, просто отличнейшие новости. Они настолько отличные, что я начинаю материться просто с нулевой, потому что нам показали всё, что мы хотели увидеть. Это настолько хорошо, что в это сложно поверить. Понимаете? Настолько это круто. А купить всё для Call of Duty Warzone и Modern Warfare 2 можно на сайте shopkot.ru. Боевой пропуск и наборы даже для российских аккаунтов Steam, PlayStation и Xbox, а также для других платформ и любых других регионов. Более 15 тысяч выполненных заказов и тысячи отзывов. Всё это по ссылочке в описании. И не забывай промокод KAKING, чтобы получить скидку. Я не буду долго препираться или что-то говорить, я вам сразу скажу. Новая карта в стиле Верданска. Её уже показали, контент-мейкеры не поиграли. В следующие дни мы будем разбирать геймплей, когда мы не будем играть в... В моменты, когда мы не будем играть в бету MV3. Но она очень хороша. Это прям очень хорошая, добротная карта. Без пальм, без кустов, без какой-то ебатории. Без всего вот того, что нам не нравилось. Очень простой дизайн. Такой постсоветский, как обычно. Он нам очень всем заходит. Русские названия, русские надписи на стенах. Но почему-то они, кстати, перемежаются где-то с арабской вязью. Я не знаю, с чем это связано, если честно. Но дело в том, что эта карта очень и очень хороша. Вот она просто... Она простая и комфортная. Для глаза, для геймплея. То есть вот всё, что я увидел по геймплею от стримеров, это очень добротно. То есть мы видим ассеты. Ну, видно, что её всё-таки клепали, видимо, в ФПХах вместо Лас Альмаз. Потому что там использованы ассеты из Альмазры. Там видно некоторые домики свои, которые похожи планировкой на домики из Альмазры. Там двери из Альмазры и так далее. Но не суть. Дело в том, что карта очень и очень хороша. Там мало открытых мест. И почти все файты происходят между домов. Не в домах, а между домов. То есть там типа двухэтажные, трёхэтажные домики. Центр города с высотками. Какие-то там, не знаю, паверпленты, фермы и так далее. Всё это есть и это круто. Очень круто сделано. Также у нас появился новый ГУЛАГ. Точнее, появится новый ГУЛАГ. Кто не знает, ребята, слияние произойдёт в начале декабря. Где-то 8-го числа, 8-го-10-го. Новый ГУЛАГ. В ГУЛАГе будет новая механика. Теперь там, спустя некоторое время, появляется трос. И по этому тросу можно выехать, не убивая врага. Однако, соответственно, враг вас будет стрелять. То есть вы должны либо убить друг друга за отведённое время. Либо, соответственно, уехать по тросу. Это если, видимо, враг шкерится от вас. Прикольно сделано? Прикольно. Мало того, что они сделали новую механику. Там ещё иногда теперь ГУЛАГ будет без света. То есть вы будете появляться в тёмном помещении. С прибором ночного видения. То есть у вас всё вот это будет зелёненькое, сине-зелёное. И вы будете ходить, прицеливаясь вот так вот. Следующее. Что многим хотелось. Ну, на самом деле, не так уж и многим. Слайд кэнсел. Это штука, которая использует меньшинство. Объективное меньшинство. Но его добавили. Его вернули. Он будет в варзоне. Это круто. Ну, то есть это повышает скилл гэп. Это нужно для задротов. То есть задроты будут ещё задротнее. Потому что будут кататься на жопе. Помимо этого, они смогут отменять перезарядку. Да-да, не удивляйтесь. Это тоже очень крутой момент. Многие пушки долго перезаряжаются. Иногда ты начинаешь перезарядку. И в МВ-2 и в ВЗ текущем, если ты начал перезарядку, ты её не можешь уже отменить. И, соответственно, тебя просто убьют. Думаю, многие умирали из-за этой хрени. Теперь её можно будет отменить. Грубо говоря, два раза нажимаешь кнопочку смены оружия. И у тебя отменяется перезарядка. Это круто. А, кстати говоря, насчёт слайд-кэнсела. Теперь люди смогут кататься на жопе быстрее. Потому что хилки опять ускоряют, как на кальдере. Хорошо ли это? Да, для задротов это очень и очень хорошо. С другой стороны, в мету зашли дымы. И вот дымы, они как бы заменяют хилки, которые будут ускорять. Вот тут будет вопрос. С чем будут играть люди? Потому что и хилки хорошо, и дымы имба. Поэтому тут уже будут, ну, в зависимости... Наверное, в рейтинге будут играть с дымом. А в паблике будут играть с хилками. Ещё одно отличное просто нововведение. Газмаска теперь надевается при подъёме. То есть ты поднимаешь газмаску, и она автоматически на тебя надевается. Даже если вокруг нет газа. Если ты хочешь её снять, ты открываешь инвентарь и снимаешь её. Соответственно, ты можешь надеть её заранее. Когда ты, например, в конце игры подразумеваешь, что сейчас будет на тебя налетать зона. И ты будешь всегда в маске. Это создаёт небольшой дискомфорт за счёт того, что у тебя сужается фоф. У тебя видно вот эту штуку, типа, на лице. А у тебя видно небольшое замыливание от стёклышка. Но это круто с точки зрения менеджмента. То есть ты чётко понимаешь, что если ты проиграл из-за маски, то это твоя проблема. Это ты проиграл из-за неё. Это очень крутое изменение. И это давно нужно было сделать. И они это сделали. Дальше. Кстати говоря, ещё есть одно небольшое такое минорное изменение. Патроны, походу, теперь можно будет собирать как в WZ-1. Кто не играл в WZ-1, там можно было собирать все патроны всех видов. И они у вас хранились в отдельных слотах всегда. То есть, грубо говоря, вы бегаете, и у вас, например, АР-ка и ПП-шка, да? У вас, типа, автомат и пистолет-пулемёт. Вы бегаете, собираете патроны, у вас автоматически всасываются и АР-ки, и ПП-шки, и дробовиковые патроны, и снайперские патроны, и, например, ракеты. И когда ваш друг, ваш тиммейт, говорит вам, типа, дай снайперских патронов, ты смотришь в сумку и такой, о, у меня есть, и скидываешь ему. И это очень круто, то есть, это очень сильно помогает. Так, на самом деле, раньше и делали, когда люди играли, допустим, один со снайперкой, другой с АР-кой. Чувак со снайперкой просто стаскал АР-очные патроны с собой, для того, чтобы потом скинуть их тиммейту. Это было очень-очень неплохо. Также, на этой же карте, на этом Урзыкстане, в Урзыкстане, будет Modern Warfare зомби, так называемый МВЗ. Из себя представляет, по сути, ДМЗ с зомбями, и там будет свой Мастер Кама. Это будет, конечно, платная версия игры, то есть, зомби-режим это конкретно платный режим. Однако, сам по себе ДМЗ останется. В чем прикол зомби МВ? У вас есть карта, на которой кольцами, грубо говоря, чем ближе к центру, тем сильнее и больше мобов. Когда вы заходите, вы можете поиграть 45 минут. Через 45 минут у вас начинает закрываться зона, и все вокруг становится опасной зоной, центральной. То есть, в начале игры у вас только в центре, прям жестко. А потом становится везде жестко, и вот вам нужно будет улетать. Правила там абсолютно такие же, как в ДМЗ, вы будете оттуда эвакуировать ключи, расходники, будете оттуда эвакуировать улучшенные пушки и так далее, и так далее, и тому подобное. Это прикольно, потому что там не нужно ни с кем, кроме ботов, соперничать. То есть, это будет человый контент. Мне кажется, что таким образом они пытаются, грубо говоря, заработать на людях, которые пришли на ДМЗ. Потому что ДМЗ людям понравился, казвалы играют ДМЗ, и большинство из них не ПВПшится. А вот ДМЗ с зомбями даст им возможность вообще ни с кем не ПВПшиться. То есть, они просто будут бегать, играть, что-то фармить, и это прикольно. Мне лично очень понравилось. Call of Duty Next, кстати говоря, представил еще несколько моментов. Fortune Keep, это маленькая карта из первого Warzone, и Rebirth Island, это Алькатрас из первого Warzone, будет возвращен в переработанном виде в 2024 году. Если это соединить еще с тем, что предполагается инсайдерами, что 10 марта на четвертую годовщину Warzone нам вернут переработанный Верданск, это слишком хорошо. Я не знаю, у меня прям жопа лопается от того количества контента, который они навалили, и то количество вещей, которые вернули. Я не знаю, если сейчас люди будут недовольны чем-то, ну, кроме читеров и ШБ, я вообще не знаю. Я просто, я не знаю, что еще нужно добавить будет разработчику в эту игру, чтобы люди сказали, да, класс, ставлю лайк. Ребят, на этом новости все. С завтрашнего дня буду пускать видосы по МВ3. Постараюсь все механики обозреть, все какие-то плюс-минус сборочки приглядеть. То есть контент по Modern Warfare будет до 16-го числа минимум. А потом уже и синглплеер очень скоро. Ребята, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Проблема в том, что мой канал еще со времен Фортнайта мертв, грубо говоря. И эти лайки очень сильно помогут. Еще оставляйте комментарии. Потому что, ну, Ютубу нужно показать, что, ну, люди типа смотрят это видео. Потому что если, ну, вы этого делать не будете, мне придется пойти на новый канал. Он у меня, конечно, есть. Но мне впадло-то идти. Поэтому ставьте лайки, чешите яйки, ребят. Скоро будет дохера контента. Все, всем пока.